Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! На субботник, проходивший 7 февраля, вышли работники администрации, отделов и управления Северского района. Выпал первый погожий февральский денёк, как говорят, февральские окна. Решили провести субботник по наведению порядка, потому что много песка насыпалось после того, как гололёд посыпали. Много луж, много грязи, много бумаги. Сейчас выйдем, поработаем, приведём станицу нашу в нормальный вид. Ну и это будет ещё один шаг к наведению санитарной чистоты, порядка. И призываю жителей, чтобы тоже приняли участие. Следующая у нас санитарная пятница, поэтому всех прошу, присоединяйтесь, наведим порядок в своей станице. С самого утра в райцентре кипела работа. Территории вблизи учреждений расчищали от мусора и веток. Были убраны улицы Петровского, Таманска, Энгельса, Калинина и другие. На обочинах дорог стояли многочисленные мешки, доверха наполненные мусором. Неравнодушные жители тоже не остались в стороне от наведения порядка. Приводили придомовые территории в соответствующий вид, обрезали сухие ветки. Сотрудники Северской центральной библиотеки провели урок мужества для учащихся младших классов школы номер 43. Встреча началась с обсуждения былиных богатырей и великих полководцев. Ребята называли прославленные имена, вписанные в историю нашей страны. Библиотекари рассказали детям о тяготах, которые выпали на долю наших земляков в дни оккупации Ленинградского района немецко-фашистскими захватчиками. Это одна из самых страшных страниц Великой Отечественной войны. Говорили о мужестве, о военном долге, о том, что задача подрастающего поколения – сохранить память о каждом, не вернувшемся из боя солдате. Узнали дети о последнем подвиге братьев Игнатовых и об истории битвы за Кавказ. Навечно останутся в летописи Великой Отечественной войны ратные подвиги кубанских казаков. Идея формирования патриотизма у молодого поколения для нас не нова. Почему это важно для детей? Потому как именно в этот период закладываются основы понятий патриотизма, любовь к Отечеству, отчизне, на примерах исторических личностей, на примерах событий исторических. Ребята с замиранием сердца слушали рассказ о страшных и трудных испытаниях нашей Родины, о жителях, которые героически вынесли все тяготы и, несмотря на холод, голод, непрекращающиеся бомбежки, выстояли и встретили победу в разные времена. В истории каждой страны есть печальные страницы, прописанные ценой человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лето, страницы, которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше молодое поколение, будущее России, должно знать историю своего государства, осознавать цену мирного неба над головой, учиться на героических примерах своих предков. Библиотекари через книги о войне пытаются донести до сердца каждого ужас, боль, страдания, выпавшие на долю всего народа. Любовь и уважение к своей Родине, гордость за армию – это то, что должны знать дети с юных лет и готовить себя, пополнить ряды защитников своей отчизны в будущем. В образовательных учреждениях района продолжаются мероприятия в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Ученики средних и старших классов школ, участники творческих объединений приняли участие в районном конкурсе-фестивале «Я эту память вынес из огня, она навеки в сердце у меня». На сцене Центра развития творчества детей и юношества Станицы Северской разворачивались события, словно сошедшие со страниц известных произведений, посвященных героическим событиям в истории Отечества. Первое крещение – это когда наш корпус в подстанице Кущевской участвовал в отражении танков. После Кущевской битвы, а это была знаменитая конная атака кубанских казаков, корпус получил звание гвардейского. Бой был страшным. Для нас, Соли, самый страшный, потому что тогда мы еще очень боялись. Подвиг русского солдата в битве при Бородино, события гражданской войны, летопись блокадного Ленинграда, героические будни и великие сражения Великой Отечественной войны. Временной промежуток и список произведений, выбранных для постановок, был широк и разнообразен. Казалось, прошлое, оживая на театральных подмостках, строго следит, не забыты ли горькие уроки огненных лет. И оттуда, из небытия, заботясь о том, чтобы в нашем настоящем и будущем не полыхнул пожар войны, не опалил чье-то детство и юность, не оборвал песню жизни на полуслове. И участвуя в таких мероприятиях, современные дети наглядно доказывают, что знают свою историю, помнят героев и гордятся своей отчизной. Я желаю ребятам, чтобы они всегда помнили, всегда гордились своими дедушками, бабушками, прабабушками, чтобы они постоянно благодарили, никогда не забывали и чтобы такие мероприятия проводились почаще. Книги – это совесть народа, его генетическая память. И открывая их для себя, сопереживая участникам событий, представляя себя на их месте, мы будто можем поговорить с ними, представить, увидеть, понять, как жили люди и что чувствует человек, совершая поступок, который позже назовут подвигом. Понять, чтобы сохранить эту память в своем сердце и передать ее следующим поколениям живущих и тех, кто будет жить во имя мира на земле. Кирилл Колодкин, Андрей Вискушенко, телерадиокомпания «Атаман». В Северском центре творчества состоялся районный конкурс на лучшую экспозицию под названием «Воинская слава России». В рамках проведения военно-патриотического месячника у нас систематически проводятся различные выставки, экспозиции. Участвуют в этих выставках дети различных возрастов, начиная от начальной школы и заканчивая старшим возрастом. Школьники с родителями и педагогами проектировали и изготавливали экспозиции, отражающие военные периоды, отечественные истории, от времен Куликовской битвы до наших дней, военную историю кубанского казачества, военное вооружение армии России. Для конкурса ребята изготовили макеты прославленного оружия, военной техники, в разное время состоявшего на вооружении русской, советской и российской армии, а также музейной экспозиции. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия была неотъемлемой частью величия российского государства. Представленные работы выполнены из различных материалов с использованием разнообразных техник и производственного оборудования. Мы решили сделать экспозицию, посвященную ракетам России. У мальчика 6 класса, из 6 класса возникло года, дедушка работает, служит в армии. Они сделали макет, ракеты Тополя-М. И мы решили сделать экспозицию, за основу взять эту ракету. Помощь ребенку оказывали, конечно, мы с ним подумали, сделали презентацию, очень много информации он узнал о дедушке. Эмоции ребенка переполняют волнение, в том числе, но еще больше у него гордость за нашу российскую армию и за своего дедушку. Но самое главное, что он хочет продолжить династию дедушки, пойти по его стадии. Тема войны в Афганистане и Чечне острая и болезненно для современного российского общества. На выставке представлены исторические сведения о войнах. Мотивы обращения к афганской и чеченской войне самые разные. Политические, идеологические, этические. Масштабы и ракурсы рассмотрения этой темы также многообразны. Афганистан и Чечня. Многие годы они будут отзываться болью в каждом русском сердце. К каждой работе ребята подготовили выступление защиту. В экспозиции отображен момент боя за Станицу Северскую. Поступление наших войск, взрывы, казачьи хаты и вдали гора Собербаш. Сегодня в Краснодарском краевом колледже культуры состоялось профилактическое мероприятие, посвященное информационной безопасности и правовой грамотности несовершеннолетних. Студенты первого курса побеседовали с психологом на тему интернет-зависимости и противоправных действий, связанных с экстремизмом и терроризмом. Не менее интересной и актуальной темой для обсуждения стал закон 1539 о защите прав несовершеннолетних и профилактике безнадзорности. Студенты в диалоге со старшим инспектором отдела по делам несовершеннолетних подробно изучили механизмы действия закона и рассмотрели все правовые тонкости. Знание своих прав и обязанностей, безусловно, важный аспект правовой грамотности, но не менее важно понимать степень ответственности за их нарушения. И подобные встречи помогают знакомить молодежь с законами, которые их защищают. Удобные мероприятия имеют большую пользу, потому что многие из нас не смотрят в Конституцию. Для решения кругозора все нужно. Я думаю, полезно. Стоит проводить почаще. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова